Друзья, привет! Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых сложных заданий в ЕГЭ, задание 32-38. И по поводу этих заданий у меня для вас есть три новости. Одна новость плохая, одна новость хорошая и одна новость отличная. Но до этого давайте посмотрим, как это задание выглядит. Вот так оно выглядит. Вам дается единый сплошной текст. В нем есть семь пропусков, и на каждый пропуск дается четыре варианта ответов. Только один ответ верный, и вот его вам и нужно выбрать. Что проверяется в этом задании чаще всего? Во-первых, очень часто проверяют предлоги после существительных, прилагательных и глаголов. Например, вам дают такое предложение И варианты Но мы с вами знаем, что приехать в офис, прибыть в офис – это arrive at. И, соответственно, ставим с вами правильный ответ at. Проверяются часто фразовые глаголы. Мы чуть попозже с вами поговорим, какие фразовые глаголы чаще всего проверяются. Например, это оказалось еще странней, чем мы думали. И ответ у нас будет Приверяются слова-синонимы. Например, дают вам четыре глагола Find, invent, open, discover, которые все очень похожи по смыслу, и вам нужно выбрать только один глагол. Или слова, схожие по написанию. Например, Или слова по одной теме Также проверяются слова-сочетания. Например, Заботиться о ком-то, о чем-то – это всегда будет Редко, но проверяются идиомы. Возьмем такое самое клише Дождь лил как из ведра It was raining cats And Выбираем с вами dogs И вводные слова Тоже часто проверяются в этих упражнениях. Итак, перейдем к нашим новостям. Плохая новость. К сожалению, в ЕГЭ нет списка слов, которые проверяются в этом задании. Что это значит? Это значит, что попасться вам может все, что угодно. Надо быть готовым ко всему. Но есть одно но, и это наша хорошая новость. Хорошая новость состоит в том, что Если вы просмотрите все задания 32-38 в сборниках ФИПИ И в открытом банке заданий ФИПИ Вы увидите, что одни и те же задания Кочуют из текста в текст. То есть есть очень частотные задания, которые проверяются в этом разделе ЕГЭ. И вот сейчас я хочу с вами как раз разобрать эти частотные задания. Вот именно на эти задания вы должны обратить особое внимание, потому что бывают тексты, где и 3, и 4 варианта состоят из вот этих заданий, которые мы сейчас с вами рассмотрим. Итак, первое, почему-то очень часто разбирается выражение раньше, used to. Например, она раньше здесь жила. She used to live there. И дают вам очень часто почему-то вот эти 4 глагола. Used kept held took. И вы выбираете used. Конечно, вчитывайтесь предложение, может быть, там будет и не used, а другой глагол по смыслу подойдет, но в 90% случаев будет именно used to. Дальше часто проверяется, это зависит от. It depends on. Дальше очень частотные задания со словосочетаниями make and do. Сделайте себе лист этих словосочетаний и потренируйтесь, и позапоминайте их. Например, он попробовал узнать ее получше. Варианты даются, выбираем правильный ответ made. Далее, глаголы видеть, смотреть, глазеть. Вот все эти синонимы очень часто встречаются. Например, He was. The trains move slowly. И вот дается 4 варианта, Но варианты looking, staring, gazing после себя требовали бы в этом предложении предлога at. То есть они у нас сразу не подходят. Единственный вариант watching. И с нетерпением ждать. Очень часто встречается. Например, Я с нетерпением жду вечеринки. I'm looking forward to the party. Вот это looking достаточно часто встречается. Дальше, конечно же, глаголы tell, say, speak, talk часто. И особенно во фразе, честно говоря, то-то, то-то. To tell the truth. Обратите на это внимание. Почему-то глагол admit, признаваться в чем-то, часто проверяется и дается, он чаще всего с глаголами, похожими по написанию. Вот, например, в этом предложении. She had to admit that it was too hard. Она должна была признать, что это было слишком тяжело. То есть по контексту вы видите, что сюда подходит именно admit, и он очень часто, именно admit проверяется. И, конечно же, фразовые глаголы. Здесь давайте доверимся Вербицкой. Она сказала, говорила в одном из своих учебников, что самые часто встречающиеся фразовые глаголы в этих упражнениях, это глаголы с look, put, get, turn, keep и hold. Если вы считаете, что стоит снять видео с разбором вот фразовых глаголах с этими глаголами, пожалуйста, оставьте сообщение в комментариях, и я обязательно такое видео сниму. Итак, мы с вами разобрались, как выглядит это задание, что проверяется, и посмотрели на частотные случаи в этих заданиях. Как лучше всего готовиться к этому разделу с заданием 32.38? Прорешайте все задания в открытом банке ФИПИ. Это, поверьте мне, будет самая лучшая подготовка к экзамену, потому что задания кочуют из текста в текст, и есть большая вероятность того, что то, что вы встретите и проработаете в открытом банке, попадется вам на экзамене. Теперь переходим к нашей отличной новости. С сегодняшнего дня в моей группе ВКонтакте стартует марафон заданий 32.38, и начиная с сегодняшнего дня в течение месяца по будням каждый день мы с вами будем прорешивать и очень детально разбирать по одному разделу заданий 32.38. Поэтому участвуйте вместе со мной, переходите по ссылке в описании внизу, подписывайтесь, оставляйте ваши ответы, задания уже есть в группе. А я вас всех жду на моих онлайн-уроках и консультациях по скайп. Если вы хотите получать и не хотите пропускать видео от меня, пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. See you soon. Bye-bye.